Капитан Тош Бронированный Кузен Кузина Бро Ричи Зе Птица Эта история началась в баре. Мы проснулись после очередного путешествия и мне сказали, что нас зовет мама. Блин. Мы сразу подумали, Джек, куда ты опять вляпался? Какое дерьмо ты опять в лес? Сколько можно? Ну, что ж. Такому человеку как мама желательно не отказывать. Ну, пришлось идти. Хоть и понимали, что впутаемся в какую-то хрень. Мама. Мама. Такой персонаж, с которым лучше не ссориться. Деньги, связи, женщины. У нее все это есть. И таким людям надо помогать. Хороших поступков они не забывают. По ее рассказу, ее дружок Джек опять куда-то вляпался. Единственное, кто может что-то знать, это барыга в гетто. Блин, какое мерзкое место. Бывал там пару раз. Алкоголь, наркотики. Все, что ваша душа желает, вы можете найти в этом месте. И заправляет там долбанный проклятый Кэп. Ладно. Придется с ним поговорить, перетереть. Может, что и знает о Джеке. Несколько лет назад это место было запечатано от посторонних глаз. Все входы и выходы были закрыты. Никто не мог туда ни попасть, ни выйти. Все, кто не успел выбраться, застряли там навечно. Но для торговцев-ликсиров это была золотая жива. Эх, ворота в рай. Вечный туман скрывал горизонт и запутал в море тех, кому все это надоело. Печальное зрелище. Сотни беженцев каждый день пытаются оттуда выбраться, чтобы хоть как-то изменить свою никчемную жизнь. Но, к сожалению, это еще ни у кого не получилось. Местные банды никого не хотят выпускать отсюда. Ведь чем меньше знает внешний мир, тем лучше им живется. Для них эти люди главный товар и главные покупатели. Бедняги. Их лица врезаются в мозг надолго. После такого зрелища ты не скоро захочешь сюда вернуться. Как и задерживаться здесь, хотя бы на одну лишнюю минуту. Местные патрули церемонятся ни с кем не станут. Одно ядро и нет проблем. Можно сказать, это их девиз. Да, сразу видно, мы прибыли в богом забытое место. Джек, твою мать! С тебя потом поляна. Как же это место давит. Это ужас. Тут трезво находиться просто невозможно. Надо быстро решать этот вопрос и отправляться дальше. Да, местные достопримечательности вдохновляют на подвиги. Прям смотришь и хочешь что-то сделать и кому-то помочь. Но мы идем дальше. Проклятый Кэп ждет, а Джек сам себя не спасет. Да, типочек еще тот. Постоянно лезет в какую-то жопу. А вот он и вход в город, наконец-то. Да, только собаки с рукой в зубах не хватает. Хех, была бы идеальная картина. Ее бы на всю жизнь запомнил, даже в цвете. А вот пригород уже другое дело. Кайф для них жизнь, а алкоголь это вода. Ну, музыка и кружка Грога, потом вторая. Как раз то, что нам сейчас и нужно было. Хоть и накидались мы знатно. Но было весело. В итоге в поиске туалета я провалился в какую-то каналу. Но в этот раз удачно выполз прямо у города. Тьфу, блядь. Теперь вонять будет полгода. Ну, надеюсь, тут никто не заметит. Здесь каждый двор так воняет. Осталось найти только Кэпа. До города мы уже добрались. Все прекрасно знают, что лучшую информацию можно получить только в баре. Куда мы и направились. Пробежавшись по местным ртам, мы узнали забавную информацию. У Кэпа рамсы были с какой-то бандой. Так они его расчленили ради забавы и повесили в центре города. Ну, благо Кэп вроде скелет. Ему не страшно оторванная голова. Но лезть за ним была еще та морока. Хотя он теперь крайне беззащитен перед нами. Ну, мы сняли бедолагу за обещание рассказать все, что он знает. Как говорится, хороший язык на вес золота. Ну, теперь этот парень у нас в долгу. Осталось найти его тело. Как он сказал, он спрятал в нем что-то ценное, что поможет и нам. Про Джеку он помнит немного. Он видел его последний раз на тусе. Как раз перед последними разборками. Видать, бедолагу тоже прихватили с собой. Пройдясь по местным барам и опросил свидетелей того жуткого вечера. Мы, в принципе, узнали, где его тело. Хорошо, хоть над ним не глумились, а просто выкинули в яму. Ну, местные с небольшим уважением, но подняли его на место. На его смотровую. Где он нам рассказал, что эти выродки периодически забирают людей. Они занимаются ворованными кораблями. А местных используют как раб силу. Да так им промывают мозги, что те потом, кроме как, часть команды, часть корабля, больше ничего вымолвить не могут. И они решили припереться именно сегодня. Твою мать! Нас такому не готовили. Так, думай, думай, что делать. Главное не попаться им на глаза. И каким-то образом прошмолвнуть на их корабль. Блин! Кэп, ты говорил, что у тебя есть то, что может нам помочь. Выкладывай уже все карты, а то дело принимает серьезный оборот. Пацаны, говорит Кэп, у меня за кораблем есть шлюпка. Прыгайте в нее и сможете пробраться в Тихарца на корабль, пока они уводят людей. Эх, блин, не самый надежный план. Но он единственный. Завязав себе рты, мы в Тихарца попытались пробраться на их корабль. Жуткое зрелище. Они реально уводят людей куда-то. Аж мурашки по коже. Но, слава богу, они были заняты этими душами и нас не заметили. Теперь мы у них. С этого момента пришлось действовать быстро. Прошмыгнув мимо надзирателя, мы проникли в трюм. Начали искать, где можно спрятаться. Но все темные углы были заставлены, а все клетки были закрыты. Тут даже крыси не оде спрятаться. Но мы не отчаивались. Дело рисковое, но жизнь дороже. Скрыть замки не получалось. Спрятаться в тени невозможно. Паника уже начала нас одолевать. Так как дороги назад уже нету и действовать приходится по обстоятельствам. Да, теперь мы в полной заднице. Ну, наконец-то. Фортуна и нам теперь подмигнула. Джек. Итак, наши планы теперь резко поменялись. Теперь надо валить с этого корабля, кто и хватит с собой Джека. Благо тут охрана была такая себе, с которой мы смогли быстро договориться. Но у нас возникло ощущение, что у Джека поехала крыша. Как-то он себя странно ведет. Да, бедный малый. Но у нас сейчас уже каждая секунда на счету. О нашем присутствии скорее всего уже знают. Надо что-то делать. И быстро. Возвращаться придется тем же путем. Блин. А там надзиратель. Ладно, что-нибудь придумаем по ходу дела. О Джеке вроде ходили легендой, как умеет заговаривать людей. Посмотрим. Вся надежда теперь на него. Увидев нас, надзиратель немного офигел, но не растерялся. Прожженный малый, знает, что делает и как себя вести. Ну а Джек начал сразу вешать ему лапшу на уши, в попытках тянуть время, пока мы думаем, что нам делать дальше. Хотя надзиратель был подозрительно крайне спокоен. Это настораживало. Так мы не знали, что будет дальше. Попытки договориться и даже угрозы ни к чему не привели. Очень странно. Это начинает раздражать. А адреналин начинает зашкаливать. Он явно что-то задумал или что-то знает. Он аж бесячий, спокойный. Видать, он уже сообщил своим. Блядь! Могли бы и догадаться. Твою мать! Это нехорошо. Это очень нехорошо. Братва уже тут как тут. Вот твари. Придется отстреливаться. К ним в лапы попадать точно не хочется. А ну быстро схватили ядра и все за пушки. Стрелять так стрелять. Выбора нет. Огонь! Твою мать! Твою мать, ублюдки! Нам отступать некуда, будем крошить. Огонь, блин, огонь! Ух, блин, как шо он пошел не в нашу пользу. Ничего. Выживем. У них такой передряги были. Есть опыт. И тут выживем. Какие настырные. Видать, им Джек сильно насолил. Чем именно? Ох, бля! Будем узнавать потом. Сейчас надо выбраться отсюда и взрывать ножевыми. Эти выродки от нас просто так явно не отстанут. Им точно позарез нужен Джек. Но зачем? Ну ладно, сейчас не до этого. Мысли в сторону. Только действия. Бьемся, как в последний раз. Они не хотят отступать, а нам отступать некуда. С каждым заходом они приближались все ближе и ближе. И что надо делать дальше, мы вообще не знали. Поэтому просто продолжали стрелять. Ох, бля! Прям над духом. Всем быть аккуратнее. Эти черти не штурмовики имперские, но не великие снайперы. Так что продержимся. Главное лицом свинейц не поймать. Да запорот не выпасть. Еще не хватало атакову сдохнуть в такой-то момент. Твою мать. Твою мать. У них подкрепление. Назяли на абортаж. Теперь драться придется во все стороны сразу. Делайте что хотите. Главное выживите в этой мясорубке. Блядь, это какие-то иксмены. То молнии, то газ, то какие-то колоссы на нас вылазят. Или краболюди, или хер пойми что это. Я так понял, это души, которых обрабатывают эти уроды. Вот же ж ублюдки. Вам это еще припомнят. Джек вышел сам на сам с каким-то аверзивой. Надеюсь, он потянет такого соперника. Джек, как ты там? Держись, давай. Мы возьмем на себя остальных. Я чувствую, они уже на пределе. Осталось еще немного продержаться и дожать их. Каждый выстрел прибежает к нас финалу. Ядро. Еще одно. Их корабль уже сейчас превратится в щепки. Осталось совсем чуть-чуть. Держитесь, пацаны. Мертвые не пьют грок. Бля, Джек. У тебя там как? Помощь не нужна? Давай заканчивай поскорее. Этот верзил не такой уж и огромный, Джек. Один удар по яйцам, мы про него забыли. Бляха, да. Да, они уходят. Мы это сделали. Мы выжили в этом дерьме. Фух. Твою мать. Твою мать, что это? Всем держаться. Джек. Джек, блядь. Этот дебил упал за борт. Да как так-то? Твою мать. Блядь. Посмотрите, если за борт. Сука, мы его потеряли. Что теперь маме говорить? Блядь. Ладно. На месте уже придумаем. Сначала выбраться отсюда надо. Эй, надзиратель. Давай вытаскивай нас отсюда, то завалим нахер. Твои все равно тебя кинули. Одеваться тебе уже некуда. Водила сделал правильный выбор. Фух. Наконец-то свет. Наконец-то солнце. Красочное море. Я за все это время успел даже соскучиться за этим. Осталось все доложить маме. Ведь я теперь Джек никто не знает. Блин. Ладно. Обрисуй мне всю ситуацию. Надеюсь, она поймет. Ведь кое-какая информация у нас есть. Будем думать, что делать нам дальше. Ну, короче, мы ей все пояснили. Как она сказала, подобные ситуации с Джеком это норма. Также о корабельной мастерской. Она примерно знает, где это. Заправляет там некая мадам по кличке Королева Сирен. Вот к ней и надо будет нам наведаться. Перетереть вопросик, так сказать. Ну, вроде похоже на план. Ну, до места мы добрались. Бляха, кто они такие? Базу под водой разместили, как истинные злодеи фильмов. Ну, ничего. Мы не аквалангисты, но нырять надо. Задержали дыхание и вперед на дно. Все же лучше, чем те трущобы. Но на порядок холоднее. Но дело есть дело, надо эту хрень как-то разруливать. И побыстрее. Хм, странно. Охраны нету. У главного входа стоит полуразобранная тачка Джека, прикованная цепями ко дну. Блин, за что не так малыху эту, а? Хороший же аппарат. Ну, барыги есть барыги. Хорошо, хоть никакую собачку не убили. Так, через главный вход ломиться глупо. Надо пробраться внутрь как-то тихо. Без шороха и пыли. Нам лишние проблемы не нужны. Хотя отсутствие охраны выглядит подозрительно. Надеюсь, что у них обед, а не то, что они нас ждут. Но пушки у нас сюда на готове. Пользуясь тем, что нет охраны, мы решили обыскать жемчужинку. Эти вандалы могли что-нибудь и пустить. Порывшись по всем бардачкам, мы нашли брелок Джека. Интересно, он указывает на черный ход, куда мы и направлялись. Совпадение? Ааа, какая разница, потом разберемся. Мы пытались подобраться тихо. Но не нас ждали и приняли во все оружие. Благо, мы с ними уже имели дело и знали, как действовать. Промытыми мозгами они не блистали интеллектом и какой-то тактикой. Скорее были похожи на зверей. Или цепных псов. Тут уже как посмотреть. Пуля за пуля очищала помещение от этих недолюдей. Хоть немного, но пришлось попотеть. Так как они хоть и тупые, но их просто дохрена. Блин, жрать охота. А если мы с чью-то щупальцу пожарим, это не будет каннибализмом? Надеюсь, нет. Ну, краб есть краб. Ну, я так думаю. Ааа, короче, мы их развалили довольно-таки быстро и двинулись дальше. За окном мы увидели староживую тварь. Выглядит она огромной и стрёмной. Надеюсь, мы с ней никогда не встретимся. Тут был тупик. Пришлось возвращаться на улицу, где нас уже опять ждали. Но эти чуваки уже поумнее. Хотя бы оружием умеют пользоваться. Но им это не помогло. У нас хотя бы разум есть. Хотели тихо получилось, как всегда. Пришлось ломиться через главный вход. Другого пути уже нет. Королева там скоро со скуки подохнет, наверное. Пока мы до неё доковыляем. Дальше мы попали в ангар с металлоломом из тачек. Тут бы сам и заедлый моряк пустил бы скупую слезу. Повезло, что тут никого не было. Наверное, краб был такой себе. Моему другу срочно приспичило посрать. Я не знаю, что он там сделал и что смыл. Но комнату резко начало затапливать. Пришлось крайне быстро выбираться из этого дерьма. Вонять так неделю я не очень хотел. Теперь дорога только вверх. Главный вход затоплен. Единственный путь – это лифт, ведущий на верхние этажи и на крышу. Но как неожиданно. Нас там уже ждали. Пришлось опять отстреливаться. По нам палили со всех сторон. Ой, как они не хотели подпускать нас к своей мадам. Но это их проблемы. У нас задача другая. Бляха. Этот ещё долбанный лифт не хочет сам подниматься. Парни у меня боевые. Им только и дай, чтобы ошмалять. Поэтому пришлось всё делать самому. Ааа, долбанный лифт, давай-давай. Давай, нам побыстрее нужно вверх. А какой же он медленный. Как бабушка на переправе. Жесть. Бляха, тебя ещё тут не хватало. Эта Годзилла добралась до нас. И протягивает свои мерзкие щупальцы. Мы же не в Хентайе, твою мать. Отвали от нас. Ещё и морду сюда свою сунула. Блин, не дыши на нас. Хорошо он хоть застрял в этой дырке, как девочка в стиралке. А может мы всё-таки в Хентайе? Да, пофиг. Нам это только облегчает задачу по его ликвидации. Отбросив стрёмные мысли в сторону, мы продолжили стрелять. Этот тварь так и хочет сломать нам лифт и скинуть нас вниз. Теперь защищать ещё и лифт. Наше единственное убежище в этом месте на данный момент. Но то, что камни сковали его в движение, нам нереально помогало. Можно было стрелять даже не целясь. Раз пушку навёл, дошмаляй. Правда, эти скользкие щупальца. Фу, то в дерьме, то в слизи. Приключения на всю жизнь, так сказать. С мамой теперь химчистку потребуем. А сейчас бы до крыши добраться. Но эта тварь нам сильно мешает. Лифт трещит по швам. Всё трясётся. Камни падают. Эта тварь брыкается. Если всё так пойдёт, здесь всё обвалится нахер. И ещё чуть-чуть и... Фух. Наконец. Всё, быстро выбираемся, пока то всё нахер не обвалилось. Из лифта вверх вела аварийная лестница. Благо, мы уже доехали почти до самого верха. Пинхаус с мадам-королевой уже прямо над нами. Идти осталось недалеко. С лифта мы с собой прихватили какой-то сундук, который постоянно обсыкается. Ну, скажем так, презент будет. Думаю, он оценит. Блин, они, наверное, фанаты Лары Крофт. Пришлось немного попрыгать. Но это было намного легче, чем мочить ту Годзиллу. Да и колени размяли. Короче, пойдёт. Ну, наконец-то, мы добрались до нужного места. Пипец у неё трон. Ну что ж, повеселимся. Взяли этот сундук и положили прямо на её седалище. Но, видать, мы недооценили возможности этого ящика. Заливать начало всю комнату. Мы аж растерялись от подобной фигни и не знали, что ожидать уже дальше. Королева не заценила наш презент. Сразу кинулась на нас бешеными глазами и пыхтя, как бык. Не просто так она стала правой рукой Дэви Джонса. Баба боевая. Даже не знали, с какой стороны к ней подойти. Проворная, как селёдка в море. А мы без удочек. Тут ещё косяк её прибился. На помощь приплыл. Но с ними мы уже сталкивались. Сильно они ей не помогли. Пришлось немного лопотеть. Но эти шпроты мы разобрали моментально. Практически без сопротивления. Что хвосты и плавники размазала по стенкам. Осталось утихомирить эту мадаму. В таком состоянии с ней разговаривать было бесполезно. На наше предложение поговорить она не обращала никакого внимания. Продолжала переть на нас как танк. Видать её сильно зацепило то, что мы сделали с её троном. Ты посмотри на неё, какая обидчивая. Ну что ж бесись дальше. Будем глушить тебя, пока не успокоишься и не высушаешь нас. Хотя по её лицу было видно, что нам такая перспектива не светит. Она явно хочет нас завалить и свергнуть каким-нибудь креветком, чтобы не осталось и следа. Они же всё подряд жирут. Успокоительно мы явно перестарались. Случайно вальнули её. Блин. Ладно, вальнули и вальнули. Что-нибудь придумаем. Пора валить отсюда. Да побыстрее, пока тут всё не обрушилось после той Годзиллы. На выходе мы нашли какие-то капсулы. Ну мы их и разбили. Внутри оказались люди. Хорошо хоть живые в сознании. Видать мы вовремя подоспели. Блин, лица знакомые. Где-то я их видел. Но где не помню. Да и не важно сейчас, потом разберёмся. Как оказалось, это друзья Джека. Вот откуда я их знаю. По их словам, они были вместе на той тусе. Пока не появились эти уроды и не забрали их всех. Джека куда-то увели. А их запихнули в эти промыватели мозгов. Мы, правда, их вовремя вытащили. Теперь валим отсюда вместе. Они попросили берегок Джека. Они сказали, что он поможет нам его найти. И укажет путь, куда нам двигаться дальше. Теперь смерть мадам не так уж и страшна. А нам пора выдвигаться к маме. И думать, что нам делать дальше. И мы же, мы решили встретиться уже на острове. Рассказать, кто что знает. И обсудить всё более конкретно. Придумать план. И поразмыслить, что нам делать дальше. Фух. Теперь можно возвращаться спокойно на корабль. Хорошо хоть с крыши было сбывать недалеко. Уже вижу небо. Ох, этот ветер. Под водой нету такого ощущения. Солнце. Корабль. Мы дома. Проложив маршрут, мы отправились в порт. Нам явно нужна была передышка и отдых. Да и шмот постирать. Как вспомню. Бррр. Сразу эти запахи чудятся. Ну ничего. Бар, музыка, пару бокалов Грога. А главное, хорошая компания всё исправит. И подготовит нас к дальнейшему путешествию. Ведь ничего не закончилось. Мы до сих пор не знаем, где Джек, где его искать. Так что впереди нас ждёт очень много захватывающих приключений. Продолжение следует... Продолжение следует...